Всем привет! В мире есть множество растений, выглядящих безопасно и даже мило. Но будьте осторожны с тем, что можно потрогать или попробовать на вкус. Существуют растения, которые способны мубить за считанные часы или от одного лишь соприкосновения с ними причинить страшную, нестерпимую боль, которая может длиться очень продолжительное время. Мы для вас подготовили подборку самых опасных растений мира, от которых лучше держаться подальше в прямом смысле слова. Итак, поехали! Монценеловое дерево считается самым ядовитым деревом в мире и не без оснований. Это раскидистое дерево с ядовитыми плодами, похожими на небольшие яблоки, можно встретить на морских побережьях Карибского моря, Южной и Центральной Америки, Мексиканского залива, а также на Галапагосских островах. Плоды этого дерева обладают сладким манящим запахом, но не стоит к ним даже прикасаться, в свое время они унесли не одну сотню жизней испанских конфистадоров, пиратов и простых европейских моряков, пытавшихся утолить голод приятно пахнущими плодами. Но плоды не самая главная опасность этого дерева. Все части этого растения, листья, кора, цветы, плоды содержат очень ядовитый млечный сок, который при контакте с кожей способен вызвать серьезные болезненные ожоги, сопровождающиеся появлением волдырей и воспалением. Считается, что сок настолько токсичный, что может прожечь тонкую хлопчатобумажную ткань и даже краску на автомобиле. А что произойдет, если сок попадет в глаза или внутрь организма, даже страшно представить. Даже просто стоять под этим деревом смертельно опасно, особенно в дождливую погоду. Капли дождя и росы, стекающие с листьев монценелового дерева, становятся столь же токсичными, как и его сок. Английский врач и натуралист Эрозен Дарвин, дед Чарльза Дарвина, как-то писал об этом дереве. Росинки, падающие с него, так ядовиты, что сжигают кожу, поэтому многие нашли свою смерть, поспав в его тени. Если эти деревья такие опасные, то почему их до сих пор не уничтожили, спросите вы. В разное время попытки проводились, но уничтожить монценеллу оказалось непросто. При попытках рубить деревья, ядовитый сок брызгал в разные стороны, попадая на кожу и в глаза и приводя к серьезным травмам и даже слепоте. Жечь деревья тоже оказалось опасно для здоровья, дым вызывал проблемы с глазами и легкими. Единственный способ безопасно срубить это дерево – обложить дерево кострами и высушить его на корню, после чего можно приступать к волке. В местах, где растет монценелла, часто можно встретить таблички, предупреждающие туристов, чтобы они не останавливались на отдых под этими деревьями и не трогали его плоды. Австралийское растение гимпи-гимпи приходится дальним родичам крапивы, но жжут в сотни раз сильнее. В волосках этого растения содержится опасный нейротоксин, вызывающий при прикосновении очень болючие ожоги. Люди, которым пришлось иметь дело с гимпи-гимпи, говорят, что это одновременно похоже на ожог от огня, кислоты и удар электричеством. Боль может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев. Проблема в том, что самое жгучее растение в мире не очень-то бросается в глаза. Оно похоже на кустарник с раскидистыми листьями, типа безобидного лопуха. Существует история, как один офицер из отряда Сирила Бромли принял гимпи-гимпи за лопух и воспользовался им по нужде. В итоге офицер не выдержал адской боли и застрелился. Но опасность этого растения не только в прикосновении. Волоски способны отрываться от листьев и витать в воздухе, вызывая ожоги горла и кровотечение из носа. Так что, если вдруг попадете в Австралию, будьте там поаккуратней. Клещевина обыкновенная, я думаю, каждому знакомо это растение, его любят сажать на клумбах и огородах из-за его красоты. Но мало кто знает, что семена этого растения содержат смертельный яд рецин, который по причине исключительной токсичности был даже занесен в книгу рекордов Гиннеса. Последствия попадания этого яда в организм могут быть весьма плачевными, начнется смертельно опасное обезвоживание, критически снизится кровяное давление, и все это будет сопровождаться нестерпимой болью в животе, рвотой и диареей. И самое ужасное в том, что противоядие создать не удалось, этот яд непобедим. Так что стоит несколько раз подумать, прежде чем посадить клещевицу у себя на участке. Я думаю, многим знакомо такое растение, как борщевик сосновского. Это достаточно распространенное растение, в том числе и в наших широтах. Сок этого растения при попадании на кожу вызывает повышенную чувствительность к солнечным лучам, приводит к сильным и долго не заживающим ожогам, которые не всегда проходят бесследно, а при попадании в глаза может наступить полная слепота. Если вам не посчастливилось и сок попал на вашу кожу, ее нужно как можно скорее изолировать от действия света, а после в темном месте тщательно промыть водой с мылом и исключить воздействие солнечных лучей не менее чем в течение двух суток. Опасна также может быть пыльца этого растения, при большой концентрации она может привести к отеку верхних дыхательных путей и верхних частей пищевода. Цербера адаламская – еще одно ужасное растение, способное принести гибель человеку. Встретить его можно в Индии, Вьетнаме, Хамбодже, Шри-Ланке и Мьянме. Одно из самых опасных деревьев мира содержит токсичный сок – церберин. Он блокирует прохождение ионов кальция в сердечной мышце, что вызывает постепенное замедление биения сердца вплоть до полной его остановки. Цербера настолько ядовита, что даже дым от костра, разведенного с помощью веток, вызывает интоксикацию. У некоторых народов Мадагаскара цербера по сей день используется в качестве божьего суда при определении виновности особо опасного преступника. Съел листик, не выдержало сердца – значит виновен. Особенно часто такой способ определения виновности применялся в процессах над ведьмами и колдунами или заговорщиками против власти. Туристам, отправляющимся в тропики, необходимо запомнить, как выглядит цербера адолом. Внешне это очень красивое растение с длинными глянцевыми листьями, прекрасными белыми цветками и плодами, похожими на манго. Глядя на него и не подумаешь, что оно таит столько опасностей. Хура или динамитное дерево принадлежит к семейству молочайных. Ареалом распространения являются американские континенты. Внешний вид этого дерева, покрытого острыми шипами, говорит сам за себя, к нему лучше не приближаться. Одной из основных опасностей динамитного дерева – это его плоды, похожие на маленькие тыковки. Когда они становятся спелыми, то с очень сильным звуком молниеносно распадаются на сегменты, катапультируя свои семена на расстояние до 100 метров. Скорость такого выброса может достигать 70 метров в секунду. Другой опасностью является млечный сок этого растения. Он способен разъедать кожу, вызывает отравление, а при попадании в глаза – потерю зрения. Если сжечь дерево, то можно ослепнуть от паров и вызвать серьезное раздражение дыхательных органов. А украшения, сделанные из древесины хуры, вызывают раздражение на коже. Ангаонга встречается только в одном месте в мире – на островах Новой Зеландии. Это самый опасный сорт крапивы, имеющий древовидный ствол. Она может вырастать до 5 метров в высоту. Все листья и стебли ангаонги усыпаны длинными и очень ядовитыми шипами, наполненными муравьиной кислотой и гистамином. Если человек нечаянно дотронется до ветки крапивного дерева, то моментально сотни жгучих иголочек вопьются в его кожу, вызвав сильную боль, волдыри и ожоги. Затем появляются некоординированные движения, падение давления, судороги, в отдельных случаях, возможно, слепота. Новозеландские врачи регулярно оказывают помощь несведущим туристам или местным жителям, которые по незнанию забрели в заросли ангаонга и получили сильнейшие ожоги. Поэтому, отправляясь в Турпановой Зеландии, не сходите с туристических троп и помните, что в лесах этих островов растет жуткая ангаонга, встреча с которой запомнится вам надолго. Делитесь мнением в комментариях, подписывайтесь на канал и ставьте лукас вверх. До новых встреч, мои хорошие!